Здравствуй, наш дорогой слушатель! Сегодня мы расскажем тебе о маленьком олененке Бэмби и о его друзьях. Он появился на свет в дремучем лесу. Его большие мягкие уши еще не слышали. Огромные мутные глаза еще не видели. Но он уже мог стоять рядом с мамой, чуть пошатываясь на тонких ножках. Таким его увидела пролетавшая мимо сорока и затороторила. Какой чудесный малыш! В жизни такого не видела! Скажите, а ходить он может? Мама олененка взглянула вверх на болтливую сороку и устало ответила. Конечно. Скажите... Простите, я очень устала и не могу сейчас поддерживать беседу. Обиженная сорока улетела, а мать принялась осторожно вылизывать шкурку сына, усеянную белыми крапинками. Бэмби! Мой маленький Бэмби! Так началось его детство. Он гулял с матерью по лесу и обо всем, что видел, спрашивал у нее. А что это веленая? А почему шумит ветер? А куда течет ручей? В один прекрасный день мать повела его по незнакомой тропинке. Бэмби с интересом оглядывался вокруг. А чья это тропа, мама? Наша, сынок. Только наша с тобой? Нет. Она принадлежит всем оленям. А что такое олень? Это ты. Олени много, сынок. А я увижу других оленей. Конечно, но попозже. Я увижу оленей. И я сам олень. Бэмби развеселился. Он прыгал по тропе и даже иногда чуть-чуть в сторону от нее. Но вдруг услышал чей-то жалобный мышиный писк. И на тропу выскочил небольшой зверек, который стал поедать что-то мохнатое. Бэмби прижался к матери. Что это значит? Мама? Не бойся. Это хорек убил мышь. Тебя он не тронет. Но зачем он ее убил? Его мать долго молчала. Потом она быстро пошла дальше. И малышу пришлось бежать изо всех сил, чтобы не отстать. Мама, мы тоже должны убить мышь? Нет, сынок. Никогда, никогда? Никогда, сынок. Мы никого не убиваем. В этот момент они проходили мимо старого ясеня. С его вершины раздавался шум. Бэмби поднял голову и увидел двух ястребов. Убирайся отсюда, негодяй! Кричал один из ястребов, налетая на другого. Разбойник! Я тебе глаза выцарапаю! Кричал второй ястреб, размахивая своими большими крыльями. Мама, почему они так злятся? Думаю, они поссорились из-за еды. А мы, олени, тоже так делаем? Нет, сынок. Мы никогда не злимся и не ссоримся. Вдруг тропа резко оборвалась, и перед ними раскинулся слепящий простор. Олененок замер в восхищении. Что это? Мама! Поляна, Бэмби. А что такое поляна? Это ты скоро узнаешь. Она стояла, настороженно принюхиваясь. Идти на поляну – это довольно опасно. Послушай меня внимательно, хорошо? Да, мама. Если ты увидишь, что я бегу назад, ты тоже беги изо всех сил. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания. Беги. Понял? Бэмби посмотрел в глаза мамы и серьезно ответил. Понял, мама. Сейчас мы пойдем туда. Ты будешь играть, веселиться, но по первому же моему зову ты должен быть рядом со мной. Ясно? Да, мама. И олененок в первый раз вступил на поляну. Увиденное ошеломило Бэмби. Огромное солнце, Яркое голубое небо, которые до сих пор казались ему маленькими, желтыми и голубыми осколками среди густой листвы, поразили его. От радости он стал прыгать. Баляна, 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 мам-мам-мам-мам! Вдруг мать высоко подпрыгнула и исчезла в высокой траве. Найди меня, Бэмби! Олененок остановился от неожиданности и никак не мог понять, куда же пропала его мама. И тут она выскочила из травы и крикнула Ну же, давай, догоняй! Бэмби бросился за ней. Они носились по поляне, смеялись и были счастливы. Устав, они стали медленно прогуливаться вокруг поляны. Ой, мама, смотри, цветочек полетел! Это не цветок, глупый, это бабочка. Нет, мама, ты посмотри, травинка прыгнула! Это же кузнечик! Ты вспугнул его своим появлением. Вскоре мама с олененком отправились обратно домой. В лесу было их убежище, недоступное постороннему глазу. В нем Бэмби родился, в нем ему и предстояло жить. Когда они пришли, мама сразу же легла спать. Но Бэмби не спалось. Мама, пойдем опять на поляну. Нет, сейчас туда нельзя. Туда можно ходить только ранним утром или ночью. А сейчас середина дня. Но почему нельзя? Подрастешь, узнаешь. Идти туда, значит, очень сильно рисковать. А здесь мы в безопасности. Каждую ночь Бэмби снилась поляна. И каждое утро он просил маму пойти с ним на поляну. Но только через неделю мама согласилась пойти туда снова. Они опять бегали и играли. Вдруг олененок увидел, что мать остановилась и разговаривает с двумя длинными ушами, торчащими из травы. Он никогда не видел таких роскошных, длинных ушей. И поэтому слегка испугался. Иди сюда, Бэмби. Не бойся. Это наш друг Заяц. Добрый вечер, молодой человек. Добрый вечер. Заяц повернулся к матери. Поздравляю вас от всей души с таким сыном. Это самый настоящий принц. Ну, мое почтение. И он поскакал прочь. До свидания. Крикнул ему вслед олененок, разглядывая, как покачивается трава, в которой скрылся его новый знакомый. Бэмби хотел уже продолжить свои игры, как вдруг заметил очень похожих на него существ. Они бегали и прыгали, точно так же, как это недавно проделывал он сам. Мама! Мама! Там! Там! А, это моя кузина Энна. Ого! У нее целая двойня. Ну что ж, идем. Познакомишься со своими ровесниками. Они подошли к существам, на самом деле оказавшимся тремя оленями. Тетя Энна, улыбаясь, смотрела на Бэмби. Знакомься, это Гоба, а это Фолина. Теперь вы можете играть вместе. Сначала детям никак не удавалось преодолеть стеснение. Но мало-помалу оно ушло. И первым начал разговор Бэмби. Я разговаривал с кузнечиком и бабочкой. А я с майским жуком. Подхватила разговор сестра Гоба Фолина. А меня ежик в нос недавно уколол. Кто это ежик? Он очень злой и весь в колючках. Нет, он совсем не злой. Он никого не обижает. Мама говорит, что такие, как он, опасны. А ты знаешь, что такое опасность? Опасность? Это... Это очень плохо. Это, когда надо удирать. Бэмби был счастлив, что у него есть такие замечательные друзья. Но, наконец, настало время расходиться по домам. И тетя Энна позвала оленят. Гоба! Фолина! Пора домой! Ну что, Бэмби, и нам пора домой. Идем. Ну, мама, еще немножко. Побудем тут еще. Опять поддержала Фолина. Здесь так хорошо. И вдруг на поляну вышли два огромных красивых оленя. Дети уставились на них, не в силах отвести взгляд. Они были очень похожи на маму. Но на голове каждого была великолепная корона. Немного постояв на поляне, олени ушли так же величественно, как и появились. Только когда их шаги затихли, дети, наконец, решились перевести дух. Ох! Кто это был? Это были отцы. Ответила тетя Энна, а затем увела притихших Гоба с Фолиной в одну сторону, а Бэмби с мамой пошли в другую. Мама, почему отцы не остались с нами? Почему даже не захотели поговорить? Всему свое время. Когда-нибудь они придут и будут говорить с нами. Когда ты вырастешь, твой отец разрешит тебе иногда находиться рядом с ним. Бэмби был восхищен. Они такие красивые! Если ты сможешь избежать всех опасностей, которые подстерегают тебя в жизни, то и ты станешь столь же прекрасным. У тебя будет такая же красивая корона, как у них. С тех пор Бэмби мечтал как можно скорее вырасти. И сам того не замечая, он действительно рос. А попутно он учился улавливать даже легчайшие шорохи и распознавать их. Он также учился языку лесных птиц и зверей. Учился различать запахи леса. Сдружился со многими лесными обитателями. Например, с сычом. Вскоре Бэмби догадался, что сыча радует, если ему удается кого-нибудь напугать. Олененок подыгрывал ему. Стоило только Бэмби услышать рядом голос сыча, как он сразу замирал и испуганно говорил. О, господин сыч, с вами ничего не случилось? Нет, малыш, ничего. Как я испугался! Вы так страшно кричали! Да, мой голос наводит ужас. Он очень страшный. А встретив в первый раз Белочку, Бэмби сначала решил, что это крошечный олень, потому что ее шкурка тоже была красного цвета. Белочка жила на большом дубе и при каждой встрече начинала разговор первой с высокой ветки, рядом с которой находилось ее гнездо. Добрый день! Я вас давно не видела. Как поживаете? Спасибо, хорошо. А как вы перенесли вчерашнюю грозу? Я жутко перепугалась. Шум, гам, треск. Забилась в самый дальний угол и сидела там, пока все не закончилось. Но у вас, я вижу, все в порядке. Да, спасибо. Мы идем на поляну сушиться. О, чудесная идея. Я всегда говорила, что олени – самые умные существа на свете. Когда Бэмби с мамой пришли на поляну, там уже сушились на солнце все. Друг Заяц, Фазаны, тетя Энна со своими детьми. Добрый день! Как ваши дела, кузина Энна? Неплохо. Вот только гоба. Что с ним такое? Из-за грозы у него началось сердцебиение. Он вообще у меня слабенький и очень болезненный мальчик. Гоба действительно уступал своим друзьям. Бегал медленнее, прыгал ниже. Но это не мешало их крепкой дружбе с Бэмби. Наступило лето. Появилась новая вкусная еда, молодые побеги растений. Казалось, счастье Бэмби ничто не может омрачить. Но вот мама стала отдаляться от него. Она нередко гнала сына прочь. Иди, Бэмби, погуляй один. Ты уже не маленький. Однажды она ушла. Бэмби бегал по лесу, искал ее, звал, но она не возвращалась. Мама! Мама! Где ты, мама? В поисках он забрел в какие-то совсем незнакомые ему места. Вдруг в стороне он услышал чьи-то голоса. Мама! Мама! Это оказались Гоба и Фалина. Наша мама ушла. Моя тоже. Куда они могли подеваться? Не знаю. Гоба в изнеможении опустился на землю, а Фалина задумчиво произнесла. Я думаю... Я думаю... Они у отцов. С чего ты это взяла? Мне так кажется. Нам надо их найти. Нет, я не могу оставить Гоба. Ему совсем плохо. Оставайтесь здесь. Я пойду один. Бэмби не успел уйти далеко, когда перед ним вдруг предстало необычное, внушающее, нестерпимый страх существо. Оно стояло на двух ногах и крутило головой. Лицо у него было белое и совершенно голое. Существо пошевелилось и испуганный Бэмби побежал, не чувствуя ног. Вдруг рядом появилась мама. Она тоже бежала. Наконец они оказались в своем убежище. Ты видел? Да. Это был он. С этих пор Бэмби все чаще оставался один. Мама появлялась очень редко и ненадолго. Однажды он, как обычно, шел по лесу и звал ее. Мама! Мама! Вдруг рядом с ним появился отец. Чего ты кричишь? Ты должен уметь быть один. Стыдись. Олененку стало очень стыдно. После этой встречи Бэмби больше не звал маму. Он ходил один и мечтал встретить еще раз большого оленя, чтобы доказать, что он больше не боится. Бэмби рассказал обо всем друзьям. На следующий день Фалина сказала ему. Мы знаем, кого ты встретил. Это был вожак. А откуда вы знаете? Я спросила у нашей мамы. Ты рассказала ей мою тайну? Да ладно тебе. Зато теперь ясно, кто это был. Это самый сильный олень в лесу. Он всегда ходит один и его могут долго не видеть. Никто с ним не сражается, потому что все его противники погибают. И он самый благородный из оленей. Бэмби шел домой и неожиданно увидел маму. Она смотрела куда-то в сторону и вдруг испуганно закричала. Мимо вереницей шли странные олени. Их размеры превосходили все представления Бэмби. А они были чуть ли не в два раза больше его мамы. И голову каждого венчало целое дерево. Олененок почувствовал страх. Наконец процессия скрылась в лесу. Кто они, мама? Это наши северные родственники. Разве они не опасны? Мне и моим родным они ничего плохого не сделали. Я не знаю, почему они меня так пугают. Но когда я их вижу, я теряю контроль над собой. Бэмби задумался. Это противоречие занимало его несколько дней, пока не случилось нечто страшное. Однажды он, как всегда, гулял по поляне со своими друзьями. Среди них было несколько молодых оленей и самцов. Вдруг раздался оглушительный гром. Все животные тут же побежали кто куда. Спасайтесь! Спасайтесь! Бегите! 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 Бэмби побежал и вдруг наткнулся на одного из молодых оленей. Он был сильно ранен и стекал кровью. Рядом с олененком выросла мама. Беги! Не останавливайся! Они бежали и бежали, и казалось, этому не будет конца. Наконец они остановились. Мама! Что это было? Мама! Это был он. Он... Рядом на ветку опустилась сорока. Он опять убил! Сколько можно? Он всегда убивает! Его не остановить! Что-то тяжелое и мрачное легло на душу Бэмби. Оставшись один, он погрузился в свои мысли. И тут снова появился сильный вожак. Ты при этом был? Да, был. А где твоя мама? Я не знаю. И ты не зовешь ее? Ухмыляясь, спросил вожак. Нет, ты пристыдил меня в тот раз. Теперь я не боюсь. Сильный олень усмехнулся. Скажи, а кто такой он, о котором все так боятся говорить? Вожак наклонил голову. Умей познавать жизнь, умей понимать порядок вещей. Будь счастлив. И он опять исчез. Бэмби пытался следовать его совету. Но мир неуловимо менялся. Все, что олененок знал о нем, оказывалось бесполезно или неверно. Наступила осень. Еды становилось все меньше, а опасностей все больше. Начались непрекращающиеся дожди, задул северный ветер, и Бэмби узнал, что такое холод. Выпал снег. Стало трудно находить редкие прошлогодние травинки. Однажды Бэмби встретил Гоба и Фалину, которых давно не видел. Гоба совсем исхудал. Эй, Гоба, что с тобой? Но вместо Гоба ответила его сестра. Сухой снег постоянно ранит ему ноги. Он не в силах его разгребать, чтобы найти еду. Очень трудно теперь стало жить. Некоторые олени почти каждый день собирались вместе и вели долгие беседы. Среди них были юная олениха Марена, старая тетя Нетла, юные самцы Ронна и Карус, тетя Энна с детьми и, конечно же, Бэмби с мамой. Тетя Нетла обо всем имела свое собственное мнение. Дети? Фу! С меня хватит! Но почему? Удивлялась молодая Фалина. Не задавай глупых вопросов. На самом деле тетя Нетла очень любила детей. И вообще была добросердечной, приветливой. Юный Ронна прихрамывал на левую ногу. Вы заметили, что я хромаю? Это я чудом спасся. Однажды он подкараулил меня и метнул в меня огонь. Попал в ногу. Кость треснула, было ужасно больно. Но я побежал прочь. И только когда перестал слышать его за собой, то залег в убежище. Кость срослась, но с тех пор я и прихрамываю. Встречи оленей заканчивались всегда одним и тем же. Начинали говорить о нем. У него есть третья рука, которой он мечет огонь. Она не растет из его тела. Он носит ее за спиной. Говорила тетя Энна, но ее тут же перебивала более мудрая тетя Неттла. Глупости! Нет у него никакой третьей руки. Но тогда чем он раздробил мне ногу? Откуда мне знать, милый? Нога-то твоя. Одна знакомая ворона говорила мне, что он не всегда носит третью руку за спиной. И когда он приходит без нее, его нечего бояться. Вступила в разговор Фалина. Твоя знакомая ворона очень глупа. Иначе бы она сказала тебе, что его надо бояться всегда. А как получается, что он убивает на расстоянии? Моя бабушка говорила, что он бросает свою руку. Она ошибалась. Это скорее зуб. Видели бы вы мою рану, такую нельзя было нанести рукой. Говорят, наступит время, когда он придет для того, чтобы дружить с нами. Он будет добр и наступит всеобщее примирение. Не верю я в это. С тех пор, как мы себя помним, он только и делает, что убивает. Но это не чепуха. Когда-нибудь так и будет. Из-за голода в лесу стали твориться страшные вещи. Ворона заклевала насмерть сына друга зайца. Куница разорвала горло маленькой белочки. Лиса съела красивого большого фазана. Маленькому гову приходилось все хуже. Однажды в лесу раздался крик вороны. Тревога! Тревога! И все одновременно учуяли его запах. Причем стало сразу ясно, он не один. Таких, как он, много. Все звери, не сговариваясь, побежали. Он идет! Мы окружены! Окружены! Он повсюду! Идет! Он идет! Бежим! Бэмби бежал вместе со всеми, не слыша ничего вокруг. Наконец до него донесся голос его матери. Бэмби, беги рядом со мной! Фазаны мчались всей стаей. Впереди был их вожак. Не поднимайтесь! Бегите! Только не взлетайте! Он явно ничего не соображал. И вдруг, расправив крылья, взлетел высоко в воздух! Тут же раздался грохот! Фазан упал и больше не поднимался. Сразу после этого послышался голос. Хо-хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Аду! Все замерли в ужасе! Бэмби, беги только рядом со мной! А если увидишь, что я упала, продолжай бежать! Изо всех сил! Что бы ни случилось! Ты понял? Я... Я... Я понял, мама! Звери вновь побежали! Постоянно слышался грохот, который он извлекал из своей третьей руки. То одно, то другое несчастное животное падало и оставалось лежать без дыханно. Бэмби бежал, не разбирая дороги. Он потерял маму, и теперь он несся один. Вдруг он услышал, что кто-то его зовет. Бэмби, это ты? Бэмби выбежал на крошечную полянку и увидел Гоба. Бедняга увяз в снегу и совсем выбился из сил. А где Фалина? Они все побежали дальше, а я больше не могу. Им пришлось оставить меня здесь. Вставай! Вставай сейчас же, Гоба, вставай! У меня больше нет сил. Беги, Бэмби, оставь меня здесь. На полянку выскочил молодой олень Карус. Бегите! Не останавливайтесь! Все, кто может! Бегите! Бэмби бросился за Карусом. И в тоске не оборачиваясь, издал горестный крик, прощаясь с другом. Прощай, Гоба! Весь день носился олененок по лесу. Лишь под вечер все немного успокоились. Первыми Бэмби встретил Фалину и тетю Нэтлу. Вы не видели мою маму? Мы вообще пока никого не видели. Хватит болтать. Вам необходимо поесть. Идите сюда. Здесь есть немного листьев. И тетя Нэтла копытом откинула снег. В отдалении показалась тетя Энна. Мама! Мама! Бросилась ей навстречу Фалина. Ах! Ах! Ой, дочка! Гоба пропал. Там, где мы его оставили пусто. Только его следы. Очень много его следов. Все замолчали, охваченные горем. Тетя Энна, а вы не видели мою маму? Нет, Бэмби. Больше Бэмби уже никогда не видел своей мамы. Тетя Нэтла взяла его под свою опеку, без которой он вряд ли пережил бы зиму. Он очень тосковал по маме и по своему другу Гоба. Но, наконец, зима закончилась. Настала весна. У Бэмби на голове выросла его первая молодая корона. Голова постоянно чесалась, и он терся о стволы деревьев. Однажды он услышал голос Белки. Еще немного, и все будет в порядке. Белочка, давно вас не видел. Вы, наверное, путаете меня с моей бабушкой. Она говорила, что вы с ней были очень дружны. А я имею честь видеть вас впервые, как, думаю, и вы меня. Что же я хотела сказать? А, вспомнила. У вас великолепная корона. Правда? Вы так думаете? О, да. Я ни у кого такой не видела, кроме старого вожака. Бэмби очень гордился своей короной. Ему казалось, что все невзгоды позади. Но тут пришла новая напасть. Все его бывшие друзья-самцы неожиданно пропитались к нему жесточайшей ненавистью. Теперь они постоянно гнали его, сбивали с ног, даже били. Это ужасно огорчало Бэмби. Как-то раз он шел и увидел вдалеке какого-то самца. Опять? Рона? Или Карус? Хватит. Мне надоело бояться. Я покажу ему, что я смелый. Я ему сейчас задам. И молодой олень бросился вперед. Он бежал к своему противнику, который почему-то стоял неподвижно. Он уже почти добежал, как вдруг узнал старого вожака. Смущенный Бэмби остановился. Ну и что? Я... я ошибся. Я принял тебя за другого. Давно я тебя не видел. Ты вырос, возмужал. Будь храбр. И он снова ушел. Бэмби стал искать случая последовать очередному совету старого оленя. Но случай почему-то не предоставлялся. Наступило душное лето. Олень бродил по лесу в поисках неизвестно чего. Однажды он встретил Фолину. Она тоже сильно выросла. Фолина? Ты стала очень красивая. Правда? Они смотрели друг на друга и не могли оторвать глаз. Наконец, Фолине это надоело и она резко прыгнула в сторону. Началась их старая любимая игра в догонялки. Бэмби никак не мог угнаться за резвой оленихой. Фолина, ну подожди же. Остановись на секунду. Чего тебе? Я хочу тебе кое-что сказать. Так говори. Ну же. Что ты молчишь? Я хотел спросить. Ты меня любишь, Фолина? Я не знаю. А я люблю тебя. И очень хочу, чтобы ты была со мной. Пожалуйста, прошу тебя. Будь со мной всегда-всегда. Ну, конечно. Я всегда буду с тобой. Она медленно двинулась в лес. Счастливый Бэмби пошел за ней. Но тут на его дороге встал Карус. Стой! Пошел прочь! Уйди! Карус, мне сейчас не до тебя. Я запрещаю тебе идти за ней. И тут Бэмби разгневался. Он понял, что Карус тоже добивается Фолины. Ярость ослепила его. Он наклонил голову и нанес удар. Противник упал. Бэмби приготовился к решающему удару. Но Карус вдруг повернулся и побежал прочь. Победитель не стал его догонять. Сейчас все его мысли занимала Фолина. Выбежав на Прогалину, он увидел, что ее преследует Ронна. У Бэмби пересохла во рту. Ронна? А, это ты, малыш Бэмби? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сейчас же оставил Фолину в покое и ушел отсюда. Что? Ах ты, сопляк! Я сейчас тебе покажу. Снова закипела драка. Ронна вдруг понял, что Бэмби сильнее его. После его ударов было невозможно устоять на ногах. Когда Бэмби обломил ему зубец короны, Ронна не выдержал. Ай, пощади! Я просто шутил. Ты же знаешь, я хромой. Бэмби медленно отвел рога. Уходи. Ронна убежал. Тут же из чащи вышла Фолина. Я все видела. Это было замечательно. Я люблю тебя. Весь день они бродили по лесу, Наслаждаясь друг другом и своим счастьем. Неожиданно олениха замерла в испуге. Навстречу им выходили их северные сородичи. Что с тобой? Не бойся, Фолина, любимая. Он не причинит нам зла. Желание успокоить Фолину пересилило в нем страх. Но она все кричала. А-а-а! Да это же глупо так бояться. Сейчас я подойду и познакомлюсь с одним из них. Нет, не делай этого. Да не бойся же. Он решительно направился к одному самцу, Который остановился, чтобы съесть немного листьев с куста. Но вскоре Бэмби замедлил шаг. Что я ему скажу? А вдруг он решит, что я навязываюсь? Олень смотрел на него и пребывал в таком же смятении. М-м-м, какой красивый юноша. Великолепная стать. Надо заговорить с ним. Глупо, что мы никогда не общаемся. Но что я ему скажу? Ляпнул какую-нибудь глупость. Так они стояли, не решаясь заговорить друг с другом. Наконец, северный олень вспомнил, Что его друзья ушли далеко вперед. Он вздохнул и двинулся вслед за ними, Оставив Бэмби одного. Задумчивый Бэмби вернулся к своей подруге. Он увидел ее, забыл обо всем. Всю ночь они были счастливы вместе. А наутро молодой олень проснулся очень поздно. Ему показалось, что он слышит зов своей любимой. «Приди! Приди!» Да это она! Она зовет его! Бэмби вскочил на ноги и бросился искать ее. Но тут дорогу ему преградил старый вожак. Сейчас молодому оленю было не до него, И он хотел пройти мимо. «Стой! Не ходи туда!» Но она зовет меня! «Приди!» Нет, она не зовет. Бэмби рвался вперед! «Хорошо, но тогда мы пойдем вместе. Следуй за мной!» «Приди!» Старый олень шел медленно, И Бэмби слился на него за это. Земля горела у него под ногами. Время от времени снова слышался зов Фалины, И у Бэмби замирало сердце. Но вот до нее осталось совсем немного. И тут олени учуяли знакомый страшный запах. Это был он! «Смотри!» Бэмби посмотрел в сторону, Куда указывал вожак, И увидел его. Он стоял спиной к ним И подражал голосу Фалины. «Не бойся! Идем!» Вожак увел молодого оленя От этого страшного места. Но когда Бэмби хотел поблагодарить его за спасение, Он вдруг свернул в чащу и исчез. Бэмби пошел искать свою любимую И нашел ее на закате. «Фалина, Не зови меня, Если мы вдруг разлучимся. Я не смогу противиться твоему зову, А это очень опасно. Прошу тебя!» «Хорошо, Бэмби, Как скажешь!» Тут они заметили, Что в отдалении стоит молодой незнакомый олень И с интересом смотрит на них. «Как странно он себя ведет!» «Не странно, а глупо! Разве можно так пренебрегать опасностью?» «Давай пойдем к нему! Если он настроен враждебно, Ты всегда сможешь его угомонить!» Они приблизились к незнакомцу. Тот ждал их, доброжелательно улыбаясь. «Привет! Вы меня не узнаете?» «Гоба! Это ты, Гоба!» «Сестренка! Я знал, что ты меня вспомнишь!» «Гоба? Не может быть! Так ты спасся!» «Он меня спас! Все это время я был у него! Скажи, Фалина, Ты знаешь, где мама?» «Пойдем! Я провожу тебя к ней!» По дороге друзья пытались выпадать у Гоба Хоть какие-то подробности его жизни. Но он неохотно отвечал на расспросы. Больше того, он отвык от лесной жизни. Пугался фазанов, Шагал, не разбирая дороги, Ужасно шумел. Наконец они пришли. Тетя Энна лежала в тени и отдыхала. «Мама!» «Я вернулся!» «Сыночек!» «Сынок!» «Все лесные жители собрались послушать рассказ Гоба!» Я лежал на снегу. И тут прибежали собаки. «Они бы загрызли меня, если бы не он!» «Он отогнал их, взял меня на руки и понес к себе домой. Я жил в его доме. Он кормил меня, ухаживал, играл со мной!» «Неужели ты совсем его не боялся?» «Нет, Фалина!» «С теми, кого он любит, кто верно служит ему, он очень добр!» Неожиданно на поляну вышел старый вожак. Гоба осекся и замолчал. «Что за след у тебя на шее?» «Тут все заметили вытертую полосу на шерсти Гоба!» «Это от его банта. Носить его — большая честь!» «Несчастный!» Вожак ушел так же внезапно, как и появился. После его слов все тоже стали расходиться. С Гоба осталась лишь Марена. «Почему он назвал меня несчастным?» «Наоборот, я счастливее всех вас! Я намного больше знаю о жизни и о мире! Правда, Марена?» «Конечно, Гоба! Это истинная правда!» С этих пор Гоба и Марена стали ходить вместе. А Бэмби, наоборот, искал уединения. Но это не мешало ему видеть, как Гоба высокомерно обходится со всеми зверями и птицами в лесу, как он самодоволен и заносчив. В то же время Бэмби видел, как он жалок и несчастен. Он искал старого вожака, чтобы спросить его о Гоба. Наконец ему помог случай. Однажды вечером его старый друг Сыч подлетел к нему сзади и громко крикнул над ухом. Бэмби по привычке разыграл испуг и вдруг подумал, что Сыч поможет ему в его поисках. Простите, господин Сыч, а вы не знаете, где сейчас старый олень-вожак? Я знаю все на свете А не могли бы вы поделиться со мной этими знаниями? Для меня это очень важно Конечно, ваш вожак сейчас отдыхает в роще, что растет там, за рвом, заросшим ивами Огромное вам спасибо, до свидания! И Бэмби умчался Но едва он достиг того самого рва, как увидел вожака Там, куда ты бежишь, меня уже нет Чего ты хочешь? Я? Я хотел спросить, почему ты тогда так сказал о гобо? Ты считаешь, что я ошибся? Нет, нет, наоборот Я тоже чувствую, что это так Но не могу понять, почему? Придет время, и ты поймешь Прощай Так закончился их разговор Все в лесу тоже стали замечать странное поведение гобо Он ходил везде, не таясь, как будто ему ничего не угрожает Спал ночью, а бодрствовал днем, хотя все олени делали наоборот Бэмби пытался его вразумить Но почему ты так безрассуден, гобо? Ведь это опасно Для меня нет никакой опасности Ведь он мой лучший друг Кстати, почему у вас в лесу все едят, что попало и когда попало? Я привык, чтобы мне еду приносили в определенное время Как же ты перенесешь зиму, гобо? Зимой пропитание найти еще труднее, чем сейчас Я не думал об этом Что ж, тогда я просто вернусь к нему Когда Бэмби слышал такие речи Сердце его сжималось от жалости Но все остальные восхищенно слушали гобо А Марена соглашалась с ним во всем Какую бы глупость он ни сказал Потому что она любила его Он тоже любил ее И они были счастливы В один из погожих дней Они все вместе гуляли по поляне Вдруг раздались предупреждающие об опасности крики Сойки Надо уходить Зачем? Почему? Ты разве не слышал? Сойка кричала Ну и что? Да пойми же ты, это опасность Я тебе говорил Что для меня не существует опасности Пойду и проверю Есть ли там опасность на самом деле Марена немного отошла в сторону И принялась принюхиваться Вдруг она испуганно подпрыгнула Там, там, он! Надо бежать! Побежали, гобо! Бегите, если вам так хочется А я пойду и поприветствую его Он мне ничего не сделает И он не спеша направился в сторону Откуда шел страшный запах Вот он почти приблизился к тому месту И вдруг Раздался ужасающий гром Гобо подпрыгнул от испуга И тут же какими-то странными прыжками Побежал к друзьям Но не добежал И упал на землю Все тут же его окружили Он тяжело дышал И у него была огромная рана в боку Он идет! Гобо! Вставай! Надо бежать! Гобо попытался подняться Но не смог В этот момент все услышали его шаги Звери тут же скрылись чаще И помчались прочь от страшного места А вдогонку им полетел предсмертный крик Гобо Прощайте! Прощайте! Друзья бежали И вскоре потеряли друг друга из виду Бэмби снова оказался один Он бродил по лесу Не ища встречи ни с кем Кроме, быть может, старого вожака В один из дней Он услышал звенящий зайчий крик Спасите! Помогите! Бэмби поспешил на звук Который привел его на небольшую прогалину Там уже находился и старый вожак А, это ты? Видишь, что творится? Он кивнул, указывая на серый комок на земле Бэмби пригляделся и понял Что это и есть заяц С ветки дерева тянулась тонкая нить Которая другим концом Обвивала его шею Несчастный в страхе метался Пытаясь сбросить ее Спокойно, друг заяц Спокойно Я помогу тебе Если ты не будешь так дергаться Он пригнул И переломил ветку Наступив на нее копытом После этого Он осторожно просунул Кончик своего рога под нить Которая душила заяца Заяц опять заметался Больно Ой, как больно Тихо, тихо, тихо Сейчас немного больно Но ты должен терпеть Тогда я смогу спасти тебя Красоп, красоп Я постараюсь Заяц притих Старый олень шевельнул головой И петля соскользнула С шеи притихшего зайца Он сидел не шевелясь Словно не веря своему счастью Потом шевельнулся Подпрыгнул Ай, свобода, свобода И он побежал прочь от ловушки Он даже не сказал спасибо Ему сейчас не до этого Лучше посмотри Что его держало Бэмби наклонился над петлей И знакомый ужасающий запах Ударил ему в ноздри Это он? Да, он Но его самого здесь нет И все же он есть Ты, как и тот несчастный юноша Считаешь его всемогущим? А разве это не доказательство? Разве нет? Скажи еще, что он очень добрый Но он был добр с гоба Ты и вправду так считаешь, Бэмби? Впервые вожак назвал молодого оленя по имени Я не знаю Мне кажется, что я ничего не знаю Что ж, учись и будь настороже Бэмби старался быть настороже Как сказал ему старый олень Но в один из дней с ним все же случилось несчастье Он, как обычно, обедал, объедая листву с кустов Вдруг ударил уже знакомый ему гром Бэмби бросился бежать Неожиданно его ногу словно обожгло И в месте ожога разлилась нестерпимая боль Бэмби упал на землю Каким-то образом Рядом с ним оказался вожак Вставай, Бэмби, вставай Я... я не могу Вставай, надо бежать, дитя мое Услышав, как старый вожак назвал его Олень тут же встал на ноги Вот так Теперь за мной И с этих пор ты всегда будешь рядом со мной И они побежали Никогда в жизни Бэмби еще так не бегал Но боль одолевала его Он уже с трудом передвигал ноги Не сдавайся, не сдавайся Думай о нем Если остановишься, ты погиб Все это Бэмби слышал, как будто сквозь туман Они кружили, чтобы сбить врага со света Давай, дитя мое, вперед Бэмби казалось, что вся нога его превратилась в кровоточащую рану От боли он уже не мог думать Но все равно послушно шел вслед за старым оленем Они описывали уже второй круг, когда вожак остановился Похоже, он нас потерял Иди сюда Ешь вот эту траву Бэмби стал жевать какие-то горькие листья Как ты теперь себя чувствуешь? Лучше? Твоя рана больше не кровоточит Поэтому он не сможет нас найти Теперь мы продолжим свой путь Пойдем И они снова шли куда-то Вскоре действие целебной травы закончилось И Бэмби опять стало хуже Наконец вожак остановился Я не могу помочь тебе Но ты должен забраться вот на эту кручу, слышишь? Иди за мной, не отставая Как в бреду шел молодой олень за старыми Он чуть не падал И все время спотыкался Наконец он услышал голос вожака Мы пришли В это же мгновение Бэмби свалился в какую-то яму Вот так, молодец Лежи там, только продвинься чуть вперед Бэмби послушался Он лежал в яме Над головой У него была гнилая кора старого дерева Через некоторое время Он почувствовал Что боль его понемногу утихает Скоро она осталась Лишь небольшим очагом Который пульсировал То усиливаясь, то слабее Бэмби лежал так много дней Рана его затягивалась Иногда он ненадолго выходил Из своего убежища Но все еще с трудом стоял на ногах Он ел невкусную, горькую, целебную траву И она наполняла его силой Наконец, через несколько недель Бэмби выздоровел окончательно И он покинул спасительное место Он шел и вспоминал знакомые места Тут он заметил старого сыча Который летел неподалеку На этот раз олень не стал изображать испуга Вы что, не испугались? Ну, почему же? Немного испугался Немного А раньше вы пугались так Что смотреть было приятно Бэмби увидел, как постарел его друг сыч И ему захотелось сделать ему приятное Ну, наверное, я не так сильно испугался Потому что в этот момент думал о вас Правда? Вы обо мне думали? Да Я часто о вас думаю Если бы не эти мысли Я бы сейчас испугался так же сильно, как и раньше Ведь у вас такой страшный голос У-у-у! Да, да Мой голос всех ужасает Мы давно не виделись Вы переселились в другое место? Да, да Переселился На самом деле Старого сыча просто-напросто Выгнал более молодой Да Я тоже теперь не хожу с старыми тропами Но прошу меня простить Мне пора И олень исчез Этому искусству он научился у старого вожака Идя дальше по лесу Он встретил еще одного своего друга Белочку Ой, неужели это вы? А все думают, что вас уже давно нет Правда, потом кто-то говорил, что видел вас Как же я рада, что это действительно вы Я тоже рад вас видеть А почему вы гуляете так далеко от своего старого дуба? Нет больше старого дуба Он пришел и опрокинул его огромным блестящим зубом Но всем нам удалось спастись Жаль Хороший был дуб О многом напоминал Я всем-всем расскажу, что это на самом деле вы Всем расскажу, что я вас видела Услышав это Бэмби хотел спросить о своих родных Но что-то удержало его А какая у вас прекрасная корона Это же просто чудо Раньше такой комплимент порадовал бы оленя Но теперь он лишь кивнул Да, спасибо Что ж, до свидания Мне пора Бэмби теперь жил вместе со старым вожаком в его убежище Однажды мимо их дома пробегала раненая лисица Преследуемая его собакой Она была в конец измучена На глазах у оленей собака настигла лису и загрызла Мне страшно Страшна лишь безропотная смерть от руки того, кто кажется всемогущим Иногда Бэмби гулял и один Во время одной из таких прогулок Он увидел Фолину Которую не встречал уже очень давно Он хотел подойти к ней Но остался стоять на месте Она выглядела очень усталой и старой Милая, веселая, неугомонная Фолина Что же с тобой стало? Он вспомнил свое детство Игры с друзьями Вспомнил и юность Битвы, в которых он завоевал свою любовь А в двух шагах от него Стояла постаревшая Фолина Но вот она повернулась И медленно пошла в чащу Бэмби проводил ее тоскливым взглядом Никогда еще он не любил ее так, как любил в этот момент На следующий день он встретил старого оленя Я искал тебя Идем со мной Бэмби пошел за ним Вдруг в той стороне, куда они шли Раздался леденящий душу грохот Там он? И мы должны идти туда? Вожак не ответил ему Они продолжили свой путь Через некоторое время старый олень повернулся к Бэмби Не бойся Сейчас тебе нечего бояться Я рад, что могу показать тебе это Пока Пока мы не расстались навсегда В этот момент В этот момент они ступили на прогалину Посреди нее, не двигаясь, лежал он Бэмби сразу понял, что он мертв На его шее зияла огромная рана Из которой все еще текла красная кровь Видишь, Бэмби Вспомни, что говорил о нем твой друг Вспомни, что говорят все лесные жители Где его могущество? Вот он, мертвый, лежит на земле Да Запомни Он такой же, как и мы Он тоже знает, что такое смерть Ты понял меня, сынок? Да, отец, я понял Хорошо Теперь я могу уйти со спокойной душой Не ходи за мной Я найду место, чтобы встретить там свой конец Каждый должен делать это в одиночестве Прощай, мой сын Я очень любил тебя Прощай, отец Старый олень кивнул Повернулся И скрылся в чаще леса Бэмби еще долго смотрел ему вслед С этих пор Отношение всего леса к нему изменилось Его стали считать вожаком Однажды утром Спустя много-много времени Бэмби, гуляя по лесу Услышал детские голоса Бэмби, вспомнив себя маленьким Пошел на этот зов На полянке Прижавшись друг к другу И дрожа от страха Стояли двое малышей Брат и сестра Бэмби Предстал пред ними И серьезно посмотрел У вашей мамы Сейчас нет для вас времени Потом Он взглянул на мальчика Чего ты кричишь? Ты должен уметь быть один Стыдись После этого он повернулся И исчез в лесу Уходя, он с нежностью Думал о малышах Этот малыш мне понравился Мы встретимся с ним снова, когда он вырастет А малышка Похожа на Фалину Когда та была еще Маленькой Увлеченный такими мыслями Он шел и шел Все дальше и дальше И сумрак леса Поглотил его Субтитры создавал DimaTorzok